Вот уже 17 лет подряд 10 февраля Анна Красова приносит цветы к мемориалу. В 99-м она заведовала архивом областного главка. Вспоминает, буквально за несколько минут до трагедии вышло из здания, где навсегда остались десятки ее коллег и друзей. Первое время, конечно, мы ходили виноватыми, что мы остались живые, а они вот остались здесь. Ну, как вот не прийти сюда, когда они наши. Каждый штрих, каждый эпизод того времени, каждая картинка, она вот сегодня встает перед глазами. И, конечно, они все в сердцах. 10 февраля 99-го года эти кадры облетели все мировые каналы в Самаре во внезапном и страшном пожаре при исполнении служебных обязанностей. Погибли 57 сотрудников тогда еще милиции. Двоенная постройка с деревянными перекрытиями вспыхнула, как спичка. Огонь тушили почти сутки. По первой версии, следователей причиной стал поджог. Но в итоге пожарные выяснили, всему виной не потушенный окурок. Это событие очень трагическое для МВД. Оно трогает всех и сложно сегодня что-то говорить. Я считаю, что вся наша жизнь, она состоит из памяти. Пока есть память, пока есть эти ощущения памяти, есть здоровая нация. Без прошлого нет будущего. Сегодня в полицейской книге памяти фамилии 338 сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. По традиции, каждый год 10 февраля вспоминают обо всех. Служба по погибшим прошла в часовне святого Александра Невского, воздвигнутой на месте сгоревшего здания ГУВД. Дарья Булавина, Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.